Этот монастырь был построен в 642 году. За моей спиной видно монастырь Хор-Вираб. Рекомендую в ясную погоду приехать посмотреть, чтобы заодно захватить виды на гору Арарат, которую сегодня скрывают облака. И мы сейчас зайдем туда, чтобы посмотреть, что находится на его территории. И покажу это на видео. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Тердат III содержал в заточении в течение 13 лет святого Григория Просветителя до того, как был обращен им в христианство. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, сейчас покажу вам древнюю тюрьму. Тюрьму называется она Зиндан. Там настолько тесно, что я даже боюсь спускаться. Все, я пошел. Не хочется на себе примерять тюрьму, но это древняя тюрьма, которую, кажется, мне стоит показать. Так, я еле пролазю, это непросто, но возможно. Сейчас я даже с портфелем влез. Итак, смотрите, друзья, вот по такой лестнице, по такой лестнице я спускаюсь и попадаю вот в такую душную подземную тюрьму. И, конечно, находиться здесь не очень приятно. Честно вам скажу, вот здесь есть какой-то такой алтарь небольшой. И все, собственно говоря, никаких прелестей жизни у людей в то время не было. Компьютер в уголок не поставить. Все, я, пожалуй, хочу это место покинуть. Потому что это сделать еще непросто. Ладно, попробуем отсюда выбраться. Такая маленькая дырка, чтобы вылезти. У кого клаустрофобия, не рекомендую этого делать. Заходите. Выбрался. После просмотра Зиндана и монастыря мы решили обойти его внешние территории. Если обойти монастырь справа его стороны, то можно подняться по лестнице и немного по камням прямо на гору, где стоит флагшток с флагом Армении. А также, если повезет и погода будет ясной, то вы увидите священную гору Арарат. Мы пытаемся подняться по камням на самую вершину, дорога, которую ведет. А вон туда, сзади меня. Вершина, на которой расположен флаг Армении. За моей спиной вы можете видеть вершину некоторого Нагорья, такого, где стоит флаг Армении. И говорят, что здесь людям приходят смс-ки из Турции. Точнее, от операторов, которые приветствуют их в Турции. Конечно же, наверное, это происходит ошибочно. Потому что мы-то с вами знаем, что здесь территория Армении. Друзья, за моей спиной находится священная гора Арарат. Когда-то давно, по библейскому преданию, именно здесь прибился Ноев ковчег к вершине этой горы после Всемирного потопа. Сейчас, к сожалению, мы не видим всех точных очертаний горы из-за погодных условий. Но, тем не менее, гору видно. И она находится, на самом деле, уже на территории Турции. Наверное, километра или два всего лишь до границы с Турцией. Здесь можно даже увидеть наблюдательные вышки. Рекомендую подобрать ясную погоду, чтобы приехать сюда и увидеть заснеженную вершину Арарата. Но не расстраивайтесь, если погода вас подвела. Ведь там, где древняя история, там всегда интересно. А еще, прежде чем вы подниметесь к монастырю, вы пройдете через сувенирные лавки, где вы сможете посмотреть и приобрести сувенирную тематическую продукцию. Всем спасибо, дорогие друзья, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, ведь я стараюсь. И скоро у меня на канале выйдет еще больше интересных видео. Например, на очереди на монтаж уже отснятый материал про озеро Севан и языческий храм Гарни.